Здравствуйте! Меня зовут Ирина Лямшина. Я продолжаю свой рассказ о росписи. Сегодня темой моего мастер-класса будет травка. Травку вы знаете по хохломе. Травку рисовать достаточно сложно. Мастера хохломы тратят около года на то, чтобы выработать свой собственный стиль. По крайней мере, так мне говорила мой мастер по росписи. Итак, начнем. Нарисуем сначала веточку. Это будет основа, на которой я покажу травку. Итак, начинаем рисовать. Нарисуем крупный элемент травки. И будем дополнять его более мелкими, которые подчеркивают его. И они сходят на нет. И с другой стороны. Центральный элемент. И дальше дополняем его травкой подельчим. Снова рисуем главный, так скажем, основной элемент. крупный элемент. И дополняем его более мелкой травкой. и здесь. И здесь. И здесь тоже наверху нарисуем. В чем же сложность травки? Во-первых. Движение травки. Движение кисти. Движение руки. То есть, когда вы ведете линию, у вас работает локтевой сустав. И вот сюда. Потом включается кисть. Нажимаем. Еще раз. Травка рисуется. И в этом движении действует и локтевой сустав, и сустав кисти, но они чередуются между собой. То есть, когда мы ведем линию, у нас работает локтевой сустав или плечо. То есть, мы двигаем каким-то одним суставом. Когда мы уже рисуем травку, то есть, делаем ее жирненькой, у нас включается сустав кисти. Остальные суставы, локтевой и плечевой, они не работают. То есть, и тут вот мы нажимаем, и работает сустав кисти. То есть, для того, чтобы научиться рисовать травку, нужно вот эти вот движения отработать, чувствовать эту динамику и контролировать себя. То есть, осознавать вот этот процесс, когда у вас какой сустав работает. Контролировать, осознавать и двигаться. В чем еще сложность травки? В том, что вы должны внимание уделять кисти, то есть, самому движению, и параллельно еще задумываться о том, какая композиция у вас будет. Вот, примерно так. Очень важно для выполнения травки подобрать хорошую кисточку. Иначе все ваши старания просто сведутся на нет. Кисточка должна быть хорошая. У нее должен быть хороший кончик. Она собираться должна в пучок, который заканчивается тоненьким кончиком. Ну, вот примерно все, что я хотела сказать по поводу травки. Кисточка. Кисточка. Кисточка.